Здравствуйте! В студии Сергей Михайлов с главными новостями на сегодня. Несмотря на боевые действия, возрождается традиция проведения в Донецке спортивно-массовых мероприятий. Сегодня в центре внимания оказалось одно из учебных заведений города. В гимназии номер 92 города Донецка прошел детский туристко-краеведческий праздник по родному краю с рюкзаком, организованный Донецким центром туризма и краеведения. Наш сам центр работает уже 70 лет. У нас большие наработки в этом. Мы с детьми проводим и соревнования, и экскурсии, и походы, и различные экспедиции, краеведческие викторины. В общем, множество мероприятий. Так что мы приглашаем всех детей в Донецкий центру туризма. У нас работают кружки. Кружки из спортивного туризма, кружки из спортивного ориентирования. Много краеведческого направления кружков. Так что мы ждем с удовольствием таких детей. Что касается сегодняшнего мероприятия. Мы это мероприятие проводили для детей младших классов. Это 5-6 класс. Это дети 10-11 лет, которые, в общем-то, еще не занимались туризмом. И мы хотели немножечко показать им, чтобы они научились вот этим туристским навыкам. Научились преодолевать какие-то препятствия. И если они окажутся в каких-то сложных ситуациях, в экстремальных ситуациях, чтобы они хоть что-то как-то умели за себя постоять, помочь другу, который окажется, допустим, в какой-то сложной обстановке. То есть воспитываем у них и силу, и ловкость, здоровье, естественно, взаимовыручку. Вот как бы это основные такие моменты. Детям это все понравилось. Все в восторге, все довольны. Приглашают нас еще проводить же такие же праздники. Мы эти праздники будем проводить, будем стараться провести во многих школах Донецка, чтобы как бы больше детей привлечь к этому делу. В ходе мероприятия учащиеся продемонстрировали свои туристические навыки и получили массу положительных эмоций. Накануне прошел заключительный день пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов. Зенит на Петровском принимал Бенфику. Питерцы с первых минут пытались играть активно у чужих ворот. Первый опасный момент создали усилия Михалко, который со штрафного пробил точно в голкипера соперника. Однако тут мяч зафиксировать не смог. Создавшейся суматохи отправить мяч в сетку так и не удалось. Ближе к концовке тайма Бенфика частично перехватила инициативу, создав несколько опасных моментов. Судья матча Никола Рицоли в первой половине матча выдал шесть желтых карточек. Во втором тайме исход матча решил один единственный аргумент. Это пасхалка на Дании, который плотным ударом оформил минимальную победу Зенита 1-0. В центральном матче игрового дня Арсенал, проигравший в чемпионате два матча к ряду, принимал дортмундскую Боруссию. В дебюте игры на второй минуте Саного забивает свой первый гол за Арсенал, открывая счет в матче. На протяжении всего первого тайма канониры контролировали ход игры, имели несколько возможностей забить. Игра гостей особо ничем не отметилась. Лишь под занавес тайма дортмундцы активизировались, но к опасным моментам это не привело. Во втором тайме сценарий матча существенно не изменился. На 57-й минуте Косорелла отдает пас на свободного Санчеса, тот на исполнение бьет в дальний угол. Вайденфеллер до мяча не дотянулся. До конца матча гости, так ничего и не показав в атаке, проигрывают 2-0. В других матчах Андерлехт обыгрывает 2-0, провалившего групповую стадию и Евросезон Галатасарай. Атлетика громит Олимпиакос 4-0. Базель минимально проигрывает Мадридскому Реалу 0-1. Байер аналогично проигрывает Монако. Блудогорец на 88-й минуте добывает очко в матче против Ливерпуля 2-2. И, наконец, Ювентус на выезде скромно выигрывает у Мальми 2-0. В континентальной хоккейной лиге авангард, обыгравший в сухую магнитогорский металлург 4-0, проигрывает более скромному автомобилисту. Встреча оправдала ожидания болельщиков. Зрелище и интриги в матче было сполна. Хозяева, забив к 12-й минуте 2-го периода 3 безответных шайбы усилиями Лепеста, Виталия Попова и Брюле, смотрелись весьма слаженно и вели в счете заслуженно. Однако после 3-0 авангард пробудился. На 16-й минуте все того же 2-го периода Александр Попов забивает первую шайбу за мячей. В начале 3-го периода на 4-й минуте Денис Паршин в сольном проходе сократил счет до минимума. В итоге за 2 минуты до конца тренер авангарда снимает вратаря, выпуская 6-го полевого. Это не помогло. Голышев на 19-й минуте отправляет шайбу в пустые ворота. А на 20-й минуте кипер гостей, отправляясь на смену, не доехав до своей скамейки, пропустил 5-ю шайбу. В итоге победа автомобилиста 5-2. В других матчах. Акбар с Салават Юлаевым, отыграв на 0 основное время, в серии буллитов проиграл финцам. И в последнем матче Атлан Дома проигрывает Сочи 2-4. У меня все к этому часу. Благодарю за внимание. До встречи.